Привет, меня зовут Ксюша, добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. И сегодня я хочу поговорить на тему, о которой вы очень просили меня поговорить, и таких запросов было действительно очень много. Вы просите меня обсудить тему маскне, или акне возникающего высыпаний, возникающих по причине ношения масок. Потому что сейчас действительно многие из нас носят маски, и перед тем, как я начну это видео, я бы хотела попросить вас быть вежливыми и уважительными по отношению друг к другу и ко мне. Давайте не будем вступать в лишнюю какую-то полемику, обсуждать то, надо носить маски, не надо носить маски, теории заговоров и все остальное. Некоторые наши зрители, которые живут не обязательно в России, носят их, потому что невозможно выйти за пределы дома без маски, иначе будут штрафы в несколько сотен евро. То есть обстоятельства бывают разные, мы с вами здесь не это обсуждаем, мы с вами обсуждаем кожу, здоровье нашей кожи и красоту. Итак, давайте на берегу с вами договоримся о том, что такое маскне, о чем идет речь. Акне, возникающим от маски, называются прыщи и высыпания, возникающие в О-зоне. Что такое О-зона, сейчас на своих экранах вы можете видеть. Это действительно зона, которую вы можете очертить как круглую или как букву О, которая распространяется под губами и вокруг них под носом. Если у вас есть высыпания где-то на висках, на лбу, на шее, это уже не считается маскне. Также от акне, от маскне стоит отделять любые высыпания, которые появляются у вас под маской. Дерматиты, фолликулиты, все это не относится к данной проблеме, это самостоятельные проблемы. Действительно, сейчас дерматологи и косметологи бьют тревогу. Количество обращений по поводу акне, аллергии, высыпаний на лице возросло в разы. И количество дерматологических заболеваний сейчас велико как никогда. То есть очень у многих людей наблюдается обострение. Только представьте себе, в исследовательском письме, опубликованной Американской Академией Дерматологии, значится цифра 83%. 83% медиков, которые вынуждены регулярно носить маски, страдают от дерматозов и от маскне в том числе. Давайте примем задано, что мы не можем не носить маску. Сейчас мы говорим о том, что вы находитесь в ситуации, когда без маски вы не можете не ходить. То есть выбора у вас нет. Что делать в сложившейся ситуации? Как помочь себе в этом случае, чтобы уменьшить вот эти вот неприятные проявления на коже? Какой же должна быть сама маска? Желательно, чтобы маска была из дышащего материала. Лучше всего, если это будет какой-то хлопок. Будет здорово, если на маске не будет никаких уплотнителей, металлических и в особенности никелевых элементов, а также резинок. Потому что все это способно вызвать раздражение, особенно какие-то металлические, плотно прилегающие элементы из никеля, например. Потому что никель очень часто вызывают реакцию в виде контактного дерматита. В исследованиях можно найти рекомендацию носить именно светлые маски. Потому что светлые маски рассеивают тепло и свет. И при учете, что у вас под маской обычно температура выше, потому что преет все, чем, например, на остальном теле. Вот, например, рекомендуют носить светлые маски. Мне кажется, это очень интересная рекомендация, потому что я вижу на улице, да и я сама ношу такую. Люди носят черные маски. Логично. Черная маска, наоборот, аккумулирует тепло. Белое тепло отражает. Не хочу говорить о банальном, но все-таки должна это сказать, потому что я знаю, что не все люди это делают. По всякому случаю, регулярно. Но, пожалуйста, стирайте ваши маски каждый день. Вне зависимости от того, носите вы макияж, не носите вы макияж. Маски нужно стирать каждый день. Потому что, во-первых, на них могут быть те самые вирусы. Во-вторых, потому что на маске скапливаются продукты жизнедеятельности вашей кожи. Это пот, себум и так далее, и так далее. Какие-то частички эпителия. Поэтому маску нужно стирать. Купите себе маску многоразового использования. Ту же самую хлопковую, например. Ее можно использовать будет очень и очень долго. Дерматологи рекомендуют умывать лицо сразу после того, как вы пришли домой и сняли маску. То есть, не ждать до вечера. При этом они рекомендуют делать это не просто какими-то пенящимися средствами. Потому что, если вы умоете, например, лицо днем, вы пришли со школы или из университета, и потом еще вечером, и утром вроде как вы тоже умывали лицо. Три раза в день умывать лицо – это перебор. Лучше, конечно, это делать специальными эмульсиями. Или, может быть, мицеллярной водой, при условии, что мицеллярную воду вы потом смываете. Ну и, пожалуйста, я знаю, что очень многие из вас этим грешат. Каков бы ни был большой соблазн, не выдавливайте, не ковыряйте те образования, которые у вас появились на лице. Потому что микрофлора патогенная очень хорошо размножается под маской. И об этом говорит в своей публикации медицинская школа при Техасском университете. Они напоминают о том, что сама по себе маска является окклюзией. А под окклюзией, во-первых, меняется PH кожи, кожа становится более щелочной. Поверьте, если мы с вами померим PH кожи под маской и PH кожи, например, на лбу, он будет разный. Под маской PH будет более щелочной. В щелочном PH лучше размножается патогенная флора. Поэтому, первое, не забывайте о том, что маска это окклюзия. Не ковыряйте, не провоцируйте воспаление, чтобы лишний раз не давать повод воспалению разгореться. В микрофлоре лучше размножиться. Во-вторых, не используйте в дневном уходе какие-то агрессивные средства, какие-то активы. Потому что под вот этой окклюзией, под вот этим парником, они будут действовать сильнее, чем обычно. И если, например, вы воспользуетесь ретинолом, витамином С в большой концентрации, какой-то кислотной сывороткой или кислотным кремом, все это может только усугубить раздражение. Имейте, пожалуйста, это в виду. Как ухаживать за своей кожей, чтобы поддержать ее в этот непростой период, когда вы уже пришли домой, когда вы сняли маску? Я уже сказала вам о том, что PH нашей кожи в этой зоне становится более щелочным. Наша задача его подкисливать. Вот вечером, когда вы пришли домой и сняли маску, вы без всяких проблем можете воспользоваться кислотами. Уже начиная с этапа умывания. Это может быть кислотная пенка или молочко. Я такое средство вам показывала, например, от бренда Prescript Skin. Уже здесь будет действовать этот продукт как ацидотерапия, то есть подкисливать PH. Тут же вы можете нанести лосьон с кислотами, в особенности, конечно же, с би-ячей кислотами, то есть с салициловой кислотой, потому что она поможет очистить кожу, она обладает бактерицидным эффектом. Но и ячей кислоты здесь не возбраняются. Обратите внимание, я не говорю, приходите делать жесткий пилинг. Я говорю всего лишь о тониках, да, то есть процент кислот все-таки небольшой, но эти кислоты свое дело сделают. Если высыпания уже крупные, заметные, приносящие вам массу неудобств, это какие-то подкожники, это гнойники, точечно, да, опять же, не на все лицо, мы наносим бензоилпероксид. Далее, и днем под такую маску, и вечером мы можем использовать крем с азолаиновой кислотой. Например, такой крем есть у бренда Бетипил, я его тоже буду скоро показывать на своем канале. У них есть крем с азолаиновой кислотой и с пребиотиками, потому что средства, поддерживающие микробиом, вам обязательно нужно использовать. Азолаиновая кислота препятствует развитию воспаления и заживляет имеющееся воспаление. В большинстве случаев средства на основе азолаиновой кислоты очень хорошо впитываются в кожу, то есть они не жирные, потому что они созданы в первую очередь для людей с акне и для людей с розацией. А ни тем, ни другим не показана окклюзия. Неоциномит. Конечно. Здесь мы можем использовать неоциномит как днем, под маску, так и вечером. Неоциномит обладает заживляющим действием. Он работает с воспалениями, он работает с рельефом кожи, он восстанавливает эпидермальный барьер, как показывают исследования. Поэтому ниоциномит в уходе за кожей, склонный к образованию высыпаний, в уходе за кожей в такой непростой период, это тоже очень хороший компонент. Ночью, вот здесь вот вы можете уже прибегнуть к восстанавливающим каким-то текстурам и восстанавливающим компонентам. Это могут быть липидовосстанавливающие кремы и бальзамы. Напомню, что значит липидовосстанавливающие. Это значит содержащие компоненты нашего эпидермального барьера, а именно жирные кислоты, церамиды, сквалан, возможно также наличие холестерина и так далее. Сюда же к восстанавливающим компонентам относится, например, цинтелла азиатская. Пожалуйста, вот здесь вот вы это все в ночное время суток можете использовать по типу кожи. Например, у бренда Farmstay можно найти как достаточно легко впитывающиеся кремы с цинтеллой, так и бальзамы, которые подойдут уже для более сухой кожи. Помните, в особенности в дневном уходе средства должны быть максимально легко впитывающиеся. Большая ошибка наносить под маску жирные плотные кремы в надежде на то, что они будут таким барьером между вашей кожей и маской. Наоборот, окклюзия еще больше усилит этот парниковый эффект, который создается под маской, и воспаление станет в разы больше. Конечно, очень желательно, чтобы в этот период вы не тестировали новое, не скакали с продукта на продукт. Если у вас кожа особо чувствительная, аллергичная, если вы склонны к какому бы то ни было проявлению дерматозов на вашем лице, лучше использовать хорошо проверенные, зарекомендовавшие себя продукты. А может быть лучше продукты дерматологические, продукты для топиков, потому что по сути они вот именно рассчитаны на такие ситуации. Конечно, в большинстве случаев мы не можем сейчас повлиять на то, носить на маске или нет. Мы находимся вот в таких вот условиях, и безусловно, эта ситуация уже порядком всех нас вымотала. Но мы кое-что можем сделать для того, чтобы наша кожа оставалась здоровой, для того, чтобы профилактировать какие-то воспаления и работать с уже имеющимися воспалениями. И пусть маска окажется самым большим злом, который была в нашей жизни. Главное, чтобы все мы оставались здоровыми, чтобы наши родные и близкие оставались здоровыми. Ну а если они заболели, чтобы они скорее поправлялись, и чтобы течение болезни было наиболее легким. Чтобы все мы закончили этот злосчастный год в кругу своих родных и близких. И наплевать на эту маску. Есть гораздо более важные вещи в жизни. Берегите себя, берегите своих близких, берегите свое здоровье. Пожалуйста, пусть у вас будет хорошее настроение и боевой дух. И я всегда с вами. Всего хорошего. Пока.